итак снова всем добрый день добрый вечер может у кого-то и утро не знаю кто как смотрит хочу показать еще одну программу программу для кастомизации интерфейса в данном случае это папки для этого мы будем использовать программу под названием folder factory давайте я включу ее сразу запускается вот такой интерфейс два окна само окно просмотра и окно настроек что примечательно в окне настроек у нас мы видим четыре вкладки фото штамп текст и текстур давайте разберемся с каждой вкладкой по отдельности и так что нам для этого надо ну для этого надо какое-то изображение допустим вообще хочу говорить эта программа для любителей стандартных папочек давайте вот мы выберем какую-нибудь иконку вот допустим конка даже не знаю дать откроем вообще так папку ну допустим я я уже не знаю вот отлично чпок то есть фотографии здесь можно стать любую фотографию она будет именно фотография то есть полями как будто jpeg здесь можно поставить рамку либо ответе и вообще убрать эту рамку либо сделать ее больше также тень от рамки радиус рам радиус тени смещение бледность не знаю почему называется бледность но пусть будет бледность сила бледности так и можно перемещать в любом месте масштаб естественно центрировать она как по умолчанию как открывается в центре также можно перекрашивается как саму папку вы выбрать цвет бирюзовый я вот допустим красный какой-нибудь и также можно перекрашивать объекция как видите не обязательно в этот же цвет но просто умолчание в этот же цвет стоит эти замочек можно абсолютно другой цвет зеленый какой нибудь но так как у нас стоит замок то краситься все одинаково снимаем замок и это допустим у нас какой-то оранжевого цвета но и тут еще не все теперь смотрим вкладку штамп используем ту же иконку формат если что обычный маковский айконс можно любой спорте инженей п много форматов поддерживает я особо все не проверял но мне кажется поддерживает практически все итак переносим штамп вы сидите она как будто вдавлена туда ну как вы видели на многих и обловских папках с изображениями фотографиями видео документами она как совсем нормально давайте попробуем это вот эту иконку вот это более менее наглядно но лучше использовать какие-то более однородные вы сами понимаете я даже не знаю какую ушковать монитор тоже не очень вишенки 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 ну вот более-менее вишенки то есть вы как бы вдавливает можно контрастность то есть видите более блеклая более темная но стоит по умолчанию такое среднее это как бы используется то что в маках также здесь делается масштаб и также можно перекрашивать как и папку так и сам штамп то есть выглядит довольно симпатично особенно для любителей вот стандартных и павловских папок это самое то дальше текст ну допустим вот видите hello по умолчанию стоит также можно перемещать все прописать здесь все что угодно все что влизит но ты не буду делать тут уже и так прописано можно выбрать что-то из шрифтов то есть стандартных какие-то специальные символы выбрать я не знаю вот пусть им та же стрелочка и сюда вот сюда перемещать hello и получается у нас смотрите как причем так как это а масштаб то у нас центрировать опять же можно все перекрашивать все понятно в принципе и текстура мне текстуры даже больше нравится давайте возьмем опять же наши вешенки видите она как бы сверху накладывать особенно это хорошо если айкон цели пинчей ну или тиф какой-нибудь очень неплохо тут можно масштаб настроить то есть можно сделать как-то так по не по обычному можно чтобы она вылазила например очень интересно смотрится если вот так ну вариантов очень много можно сделать как-то так можно сделать вот на крупная вот как-то чтобы так было вот так интересно очень смотрится то есть видите как красиво опять же можно папку перекрасить любой цвет вот так вообще более гринписовская штучка получается а чтобы сохранить или применить к папке просто берем нашу папку но давайте для примера это не знаю какую ну чтобы изображение но какая-то меня видите свободно вот я кстати дело видите можно заметить берем любую папку и перетягиваем ее на место нашего рисунка что дан готова некрасиво ли посмотреть по по моему смотрится более чем красиво вот можно пробелом посмотреть и стандартно вроде как то и в то же время мне даже захотелось папочку оставить правда так хорошо поет получилось и цвет и можно также сохранить через настройку то есть новый выбрать какой-то новый файл создать загрузить изображение ухты поезд пришел восстановить первоначальную иконку то есть это выбрать какую-то папку которую вы изменили восстановите первоначальную иконку либо закрыть понятно сохранить экспортировать как иконку то есть уже можно как иконку ну вот допустим на рабочий стол да а не важно он его и не видно что в общем сохранить как иконка сохранить как шаблон то есть в открывать она по умолчанию уже вот так вот показывается формат шрифт показать инспектор то есть инспектор это вот это окно библиотека библиотеки у нас видимо тут сохранены разные штампы но допустим если сохранить как шаблон хотя нет не хочу как шаблон я думаю тут все понятно настроек как видите таковых нет они в принципе здесь не нужны в общем программа абсолютно стоит своих денег очень удобная перспективная сами можете видеть как она красиво смотрится даже если от какие-то эти как увеличить смотрится очень кошерно спасибо за внимание все